Друзья, я рад приветствовать вас на очередной встрече интеллектуального клуба Кротер. И сегодня мы с вами поговорим об Алексея Ремезове. Об Алексея Михайловича Ремезове. У него очень подходящее было имя и отчество для того направления, которое он выбрал. То есть имя и отчество как у царя тишайшего Алексея Михайловича Ремезова, тоже известен своим талантом и стилизатора, и человек, который увлекался древнерусской культурой, который восстанавливал вот эту старую, полузабытую фольклорную красоту и сектантскую, и народную. Вот к этому делу. Вообще немножко сейчас будут таких предварительных замечаний одновременно обобщающих. Потом уже перейду я вам, собственно, к его биографии. Ну, лекция будет в формате жизнетворчества, то есть как обычно такое. Ну, как бы я делаю лекции про разные фигуры, разные персоналии. Ну, что-то одно можно объединить, там, и Розанова, и Кузьмина, и даже в какой-то степени Константина Леонтьева с ними. Вот сегодня, ну, меньше, и он больше такой классик, конечно, и по умышлению, и больше консерватор. И вот Ремезова, который сейчас пойдет речь. То есть я стараюсь брать фигуры, ну, не очень известны, может быть, второго ряда культуры. И связаны с вот синтезом, с одной стороны, и традиций, и национального начала, и почничества. С другой стороны, либо эстетизма, и модернизма, либо даже в какой-то степени авангарда. Вот, и как бы, ну, помимо формата лекций, я еще планирую, что что-то будет все-таки из вот этих жизнеописаний или из листики буду делать в письменном виде, в печатном. Ну, это для тех, кто как бы отслеживает вот эту лекцию, на эту тематику говорю. Ну, сейчас вот про Ремезова продолжение будет сугубо в формате лекций привычном. Родился Ремезов в Замоскворечье в 1877 году. На три года был младше Блока и Белого, наверное, наиболее близких. Старше. Старше, да. Сбился, на три года, конечно, сбился со словами Антонова. Но, в общем-то, и очень многое в его жизни предупредило и время, и среда, где он родился. То есть, он был связан с замоскворецким купечеством. Вообще, главное, это даже не столько его отец Ремезов, сколько семья матери и родственники. Особенно его дяди, его деды, это Найденова, одна из богатейших купеческих фамилий. Его дед был председателем Московского биржевого комитета. И, как бы, особенность этой среды, ну, из литературы, посвященной Ремезову, а в ней хорошо написал Иван Ильин, вот тот самый, который философ-гельянец, теоретик монархизма, потому что он Ремезову высоко ценил, несмотря на такие его модернистские, авангардные изыски. И писал тоже о замоскворечестве. То есть, это была среда, сочетающая и религиозность, и суеверие. Может быть, это даже была более религиозная среда, чем русское крестьянство, потому что они не чувствовали такой разницы и с духовенством, и с носителем уже такой образовательной культуры, богословской, и суеверийской, такой разницы не чувствовал, как простой русский мужик. То есть, такой розни уже не было. Как бы, вместе сочетались и православие, и стареобрядчество, и даже некоторые секты, и представления такие нанородные, магические, фольклорные. То есть, определенные вещи Ремезов не находил в поисках, когда вот элита серебряного века культурно-эстезическая занималась поисками России, поисками вот этого тайного древнего лика, и, как говорил Белый, что только в его поколении появилось осознание России как страны темной древности. То есть, до этого было патриотическое сознание, и Тючев, и Данилевский, но это Белый тоже приводит эти имена, но этого осознания темной древности не было. А с Ремезовым эта темная древность была постоянно. Притом темная, наверное, и еще по моральным критериям, не только потому, что это старина. И еще один момент, как бы, сбегая вперед уже, как бы, от его детства, от середы к творческим практикам. В принципе, Серебряный век он склонялся к сематике, там, и демонических мотивов, и гностицизму, и мистики. Но Ремезов совершил, ну, в какой-то степени даже гениальный ход конем, потому что он выбрал фольклорную демонологию развивать. То есть, как бы, были увлечения и реконструкции античности, и средневековьим таким немецким, и возрождением, как у Брюсова. И там Ницше, который читался уже нерационально, может быть, где-то мистически. Но Ремезов подобрал то, что буквально вот, то, что под ногами валяется, да, фольклорное представление из суеверия, и построил свою эстетику впоследствии на них. В общем, ну, семейная история. Надо сказать, что он родился в семье довольно несчастной, и впоследствии вот первый свой трагический роман, пруд, и первое произведение в большой форме, от которого он впоследствии даже в какой-то степени отказался. А это было продиктовано семейной историей, историей жизни его матери. Даже, скорее, трагедия была не в том, как сложились уже взрослые годы, а в юности она была надломлена. Вообще, она получила образование в немецком пансионе, и впоследствии Ремезов с гордостью говорил, что знал в купеческом быту такие вещи, о которых Лесков не знал. Вот подробности описания, а Лесков, напомню, считался главным таким хроникерным жизнеописателем российского купечества в литературе, в элитристике. И в юности мать Ремезова была связана с революционными кружками, ну, точнее, даже, может быть, их нельзя считать политическими революционерами, с негалистическим движением, да, с левым, и с коммуной Слепцова тоже, о которой Лесков писал, в отличие от пансионов с немецким образованием. И просто об этом стало известно родственникам, это не родители, это ее дядя, ремезовский, получается, двоюродный дед в основном принимал участие в ЕСЭБ. И ее постарались поскорее выдать замуж, чтобы не было ни ухода из семьи, которые тогда были распространены, да, когда порывались со старой средой, уходили в генгилизм молодые люди, девушки, ну, и немало возникло там и влюбленность какая-то, которая, ну, такого романтического характера, то есть то, что в жизни помешало бы купечески. Она была выдана замуж, что против своей воли, хотя за человека неплохого. А ремезов, отец писателя, отец будущего писателя, он был, в общем-то, из таких, ну, хороших купцов средней руки, разбогатевших, но не настолько, как бы, уже с унаследованным богатством, потому что найденного это были еще старые староверческие капиталы, старообрядческие деньги, и они уже имели связь с Англией, то есть, то же, как известные, вот, мецен, которых мы знаем еще по канонизации в советской культуре, семьи меценатов, которые ездили, в том числе в Англию, там, Ребушинские, Морозовые, и тот же, точно так же и родственники Ремезова, вот, по материнской линии, они, своего рода, стажировку проходили уже на английских фабриках и заводили по иностранному образцу предприятия в России. И, как сказать, сейчас сбился немного, а найденного были, ну, худородные, это больше, конечно, дворянский термин, но не настолько влиятельный человек, то есть, как бы, последнее слово было в семейных делах все-таки за найденного, это потом, как бы, сказалось, и, ну, в браке у них было матери Ремезовой, и, вот, в браке было пять детей, Ремезов родился последним и себя считал нежеланным ребенком, говорил, что он, как бы, невольно надорвал судьбу матери, но, естественно, она переживала вот это насильное заточение, как бы, из-за мужества, не по любви, но, как бы, почему она порвала с мужем, ну, без официального развода, это точно неизвестно, ну, здесь дает материал, как бы, пруд, роман Ремезова, он говорит, что были домогательства со стороны взрослого пасынка, но, что интересно, в автобиографических произведениях уже не романного типа, ну, буквально в мемуарах, хотя бы, или трезвенных, он об этом не пишет, пишет просто о надломленной судьбе, о надломленной воле, вот. Может быть, это не обязательно деталь его биографии? Ну, нет, просто, как бы, я зачем привел внимание, как раз у Ремезова, что стиль, что биография, она вся романоментальная вся в деталях, но, что интересно, как бы, я просто часто это для примера привел, дело в том, что у него часто художественные произведения могли дать, ну, это может быть даже трюизм в чем-то, банальная мысль, но какие-то буквальные факты он отражал в художественных произведениях, а уже в документальных мемуарных он об этом не вел речь, то есть, как бы, под прикрытием, под вуалью, как бы, художественной речи, поэтому я упоминаю. А, в принципе, писатель, он очень субъективный, он даже больше себя считал, как он говорил, я лирик, я певец, но это потом, когда, напомните, стиль складывается, ну, в общем, про эти детали биографии. Ну, просто, почему я о них еще сказал, потому что в целом он пруд потом построил, ну, типа мелкого беса Солозуровского, на очень, на просто таком нанизывании, на перечне неприглядных деталей, именно он хотел, как бы, написать очень негативный текст, который мог бы вызвать катарстис или какую-то такую обратную реакцию, но это было связано еще не только с литературой, с его революционными увлечениями. Ну, в общем, рос Ремезов вместе со своими старшими братьями, рос в какой-то степени на улице, был городским ребенком, и что самое интересное, у него очень многое потом сказалось на, уже общее с такой городской прозой русского и 20 века, то есть, где-то он может напомнить такие вот тягостные хроники Максима Глорько, где-то даже в западных натуралистических писателей горожан, типа Селина, типа Миллера, вот этой традиции, как бы, даже не столько по стилю или по этике, по морали, сколько вот по психологии горожанина, которые он передает по тематике индивидуализма, отчуждения, конкуренции, недоверия между людьми, ну, как человек буржуазной эпохи, человек большого города, вот, может быть, это тоже в чем-то туризм, но вот Серебряный век, как бы, помимо увлечения там идеализмом и высокой культуры, он, в том числе, отражал вот эту психологию индивидуалистическую. И еще одна из особенностей, то, что для Ремезова с самого начала народная жизнь и жизнь деревни была мифом, то есть, он это слышал от кормилец, слышал от рабочих, и, как бы, буквального представления у него не было, как бы, реальность со сказкой перемешивалась, это так и осталось. Ну, вот, если брать детство Ремезова, то оно до поступления в гимназию в чем-то было даже и хулигасским, хотя он говорит, что к резкостям быта, как бы, испытывал отвращение изначально, и в том числе говорит, что не любил матерную ругань, а почему я об этом остановлюсь подробно, потому что он в языке был новатором, но да таким новатором, чтобы использовать не только разговорный язык, а не нормативную лексику, он на это не пошел и говорил, что, как бы, интересовался, ну, поскольку он такой вот традицией был, которая в чем-то такая тоже мелочная и крохоборческая, вот это уже, наверное, заметно по изложению его особенностей мышления, он обращал внимание и на анекдоты описать их, и говорил, что вот обращал внимание на игру или интерес, там, классиков к мату, но говорил, что это какая-то игра в качественные слова, которая интересна, там, словеснику, но его она никогда не притягивала, ну, и, как бы, такой инородный пессимизм, и поверье он, как бы, впитывал тоже изначально с улицы, и он впоследствии в постриженных книгах, постриженными глазами, ну, и в других книгах, но уже менее прикровенно, более так, как бы, в плане деталей, он рассказывает о некоторых друзьях детства, они у него очень такие тяжелые впечатления производят историю, например, был мальчик, который погиб в результате несчастного случая на заводе, просто его намотало на колесо, или когда он постарше, то дружил с одним карликом, который был пострижен в монахе, но это, в принципе, и сейчас есть такое в монастырском быту, когда и уходят в монах, что просто люди не то, что в миру себя не нашедшие, а с определенной, ну, такой психофизической патологией, в том числе и карлики встречаются, даже, как бы, кто у меня из знакомых паломничал по монастырям, он может часто наблюдать и у Ремезова, точно такие же вот, точно такой же вот был друг детства из соседнего, с ним Андроньевого монастыря, ну, и еще, обращаясь к тематике его детства, еще до гимназии, первых гимназических лет, то, как бы, запойным читателем он не был, он впоследствии стал, и чем больше был, тем больше становился, и вообще, если бы не его, как бы, такой социальный реализм, и не знание фольклора, его можно было даже отнести к кабинетным писателям, типа Мережковского, то есть теми, которые живут такими отражениями, и надо упомянуть тоже из интересных его, как бы, характеристик, то, что женщины, которые вы знали уже в эмиграции стариком, говорили, что вот не повезло Ремезову родиться в конце 19 века, когда не сформировал, а прожил он долго, то есть, ему, когда 70 лет, под 80, он успел уже с поколением 20 века пообщаться, говорили, что, в общем-то, в детстве он был очень любопытным и одаренным, у него одаренность была даже не столько интеллектуальной, сколько именно артистической, художественной, то есть, у него был период увлечения рисованием, был период увлечения музыкой очень сильной, но это в нем просто не развивалось и воспринималось, просто как, особенно в такой среде, как бы, купеческой, сверх прагматичной, там любили своего рода чудачество, там эстетизм своего рода, но, надо сказать, что, как бы, ну, несерьезно относились, когда там человек из династии буржуазной одновременно уходит в какие-то вот такие творческие увлечения, и это никто в нем не развивал, и впоследствии тоже, когда взросление совершалось, тогда, как бы, часть способностей терял, допустим, он пел в церковном хоре только до, как бы, совершеннолетия, когда не ломался голос, потом у него был редкий тембр, альт, и на записях это заметно, как сохранились записи чтения Ремезова, даже вот взрослый голос у него нетипично звучит, вот этот выигрывал его московским, но еще и запоминание, как бы, о семейной среде, тоже вот сейчас буквально его процитирую, он говорил, что еще в семье, от родственников слышал такие фамилии, как Аксаковы, Погодины, Забелин, Леонтьев, что кого-то из них, возможно, видел в детстве, даже не в тех запомнил, но Забелина он запомнил точно, и он говорил, что фамилии Слэна Филов в его среде произносились с уважением людьми, которые вообще в целом никого не уважали, ну, по своему купеческому цинизму, то есть вот это тяготение к, то есть, как бы, если, ну, может быть, я уже эту мысль говорил, еще раз повторю, если как бы обобщить, то есть вот эта сама идея, сама вот эта интуиция или интенция, то, что можно и фольклор, и вот эту старозаветную патриархальную культуру, то, что она может иметь выражение в высокой культуре какой-либо, ну, как пример слайонофильства, да, то есть Ремезов тоже этот пример получил еще с детства. Ну, сейчас немножко, как бы, то, что я как запланировал, почитать из подстриженных глазами, как бы, просто, чтобы ощутить сам стиль Ремезова, почему о нем мы говорим, как об оригинальном авторе, и, а потом я его почитаю под завершение уже, наверное, не отрывки из проза, а записи из беседы, из воспоминаний. Ну, допустим, немножко это вступление к мемуарной книге по отстриженными глазами. Вы не забывайте мне просто напомнить, чтобы я так конспективно рассказал по книгам, то есть сколько книг в каком году выходили, чем отличается, потому что я могу уйти в детали или в анализ стиля, так что, наверное, потом сделаю, наверное, сейчас даже зачитаю и потом сделаем обзор. Как бы, творческого пути. Вот. Еще немножко про уже не детство, а юность тогда. Ну, вот отрывок, как он пишет. Ну, это не воспоминания еще, это зачинка всего рода. Тоже таким московским ковром очень с множеством подробностей. Разве могу забыть о воскресном монастырске колокол, густой, тяжелым серебром катящийся поверх красных захаровских труб и необозримых сесуятских огородов с раскрытыми зелеными парниками, легко и гулко проникающие в распахнутые окна детской, раздвигая, как иовые прутья, крепкие дубовые решетки, предосторожности преграду лунатикам. Ну, буквально, братья страдают лунатизом, и он впоследствии одну из книг назовет «покарнизом». Ну, в общем, вот еще отрывок. Написать книгу «Узлов и закрут» значит написать больше, чем свою жизнь, датированную метрическим угодом рождения. Такая книга будет о том, чего не могу позабыть. Я слушал колокол, весь слух, как слушают песню. Такие есть и всякие песни памяти, как что-то неотразимо знакомое. И не мог установить, и мое мучительное чувство доходило до острой тоски. Чувство себя кругом заброшенным на земле, я с горстью ждал, что кто-то или что-то подскажет, кто-то окликнет, кто-то узнает меня. И теперь, когда в Андроньевом монастыре расчищают рублевскую стенопись, для меня многое стало ясным. И еще раньше я помню, когда читал «Житей» про топопа Вакума, в Андроньевом монастыре сидел он на цепи, кинутый в темную палатку, ушла в землю. Никто ко мне не приходил, только мы мыши и тараканы, и свечки кричат, и был довольный. И тот же самый колокол, густой тяжелый колокольный звон, вызвал в памяти Достоевского по жгущести самый пламенный образ в мировой литературе, мать, просящая у сына прощения. Я хочу сказать, я чувствую непрерывность жизни духа и проницаемость глубь жизни. Искусство Андрея Рублева, страдая из слова Вакума, и эта жгучая память Достоевского, этот вихрь боли, мать с ее глубоким медленным поклоном, все это прошло на путях моего духа и закрутилось в воскресном колокольном звоне древнего московского монастыря. Я знаю этот звон, с него начинается моя странная странническая жизнь. Я унесу с собой. Ну и еще можно зачитать тоже, чтобы успеть эпизод, когда он описывает в таком же стиле, то есть медлительная речь, множество подробностей, такой старомосковский Вовар, одновременно очень эмоционально. Если его стиль характеризовать, то, наверное, ближе всего, если брать не модернизм, а уже всю русскую литературу, наверное, он ближе всего к гоглевской традиции. То есть, с одной стороны, он ориентировал на книжную лексику, на пышность, на использование церковных оборотов или архаизма, с другой стороны, на разговорную речь, и даже на разговорную невнятную речь, то есть на детали, на, может быть, какие-то просторечия или абсурдные обороты. Ну и вот, как он описывает, как говорят, что никто, сарказм такой есть, что никто не так не любит родину, как эмигранты, но вот тоже отрывок, как это звучит. И разве могу забыть о холодном августовский вечер? А это было в день смерти Блока. Наш телячий пояс по пути к Нармии, нейтральная зона. На той стороне солдат, щега из канглейской формы, сапоги по поясу, а на этой наш русский. И каким нищим показался мне этот красноармеец. И вдруг я услышал за спиной голос, прощайте, товарищ. И этот голос прозвучал отчетливо. В нем было такое кипящее, из рассеченного сердца, последним словом. И на это последнее слово, Россия. Я весь вздрогнул. Я видел, как красноармеец как-то с затылка неловко снял свой картуз. Я видел, обернувшись, я встретил и не забуду глаза. Дальше и сверху глядели они, горяя. И я узнал этот голос. Я его слышал однажды. Этот голос над раскрытой могилой. Вот так. Ну и печально все. Он был весьма так по декадетски пучить. Ну, как бы еще несколько слов, тогда, наверное, о юности. Ну, тоже вот этим купеческим своеволием у него судьба чуть было не оказалась ну, не сломанной. Ну, так вот был изгиб в биографии. Потому что он вначале учился в гимназии, а потом его просто забрали в торговое училище, чтобы было с кем учиться его младшему брату, чтобы не скучал. Ну, как переводят обычно там детей. И новое образование все-таки получал университетское, причем был на физико-математическом в факультете Московского университета. К тоже таким годам уже университетским надо отнести первое увлечение в философии, но в самом широком смысле не только академическое. То есть он интересовался и древнегреческой философии, и гностицизмом, в частности. Он говорил, что когда уже во взрослые годы начался заново рисовать, то первое, что он рисовал, это иллюстрации к различным гностическим системам Василида, Маркилона и других. Ну, да, вот так вот. Ну, это звучит сейчас как просто штрих такой причудливый, но мы поговорим. Это две темы они будут иметь развитие гностицизма и альбом. И вообще, поскольку все мы родом из детства, то Ремезов, он... Ну, наверное, у него просто настолько ранняя была впечатлительность, что, в принципе, он... Темы, которые были заложены в первые 20 лет жизни, он потом их и развивал еще в 60. Как бы, вот. И, как бы, до старшей класса гимназии это впервые увлечение литературой серьезной, ну, хотя писать он сам начал раньше, чем увлекался чтением, как бы, поторжеской способности. Первое, что он в жизни написал, это был рассказ об убийце, который написан от лица убийцы. То есть здесь было такое чувство вины, покаяния, тайны, вот достающие такое. И он долгое время книги не любил, потому что постоянно видел мать за книгой, которая... Ну, она просто несчастно себя чувствовала. Для нее это не то, чтобы досуг было, а, ну... Убежище. Убежище, да. Кстати, она и пила буквально. То есть, как бы, женский алкоголизм не так часто распространен. Но тоже из вот этих деталей неприлянных. И тоже он об этом пишет в романе «Прут», а в мемуарах старается вот это обходить. Но, скорее всего, у него, да, вот это было тайком пьянство. И вот поскольку, пока книги были убежищем, он как бы на это не ориентировался, раз, что когда вслух читали, или там на церковную словесность, когда он слышал отрывки. Но, как бы, старший класс в гимназии это увлечение литературой. Притом, большую роль тоже играло то, что дома было много книг на немецком языке, на своем образовании матери. И просто немецких писателей он рано стал читать романтику. Но впоследствии Ремензов пишет, что когда он на одном из литературных собраний заявил, что на него больше всего повлияли Навалис и Гофман, его буквально засмеяли, потому что у него была репутация Русапята такого, ну, вы сами слышали отрывки из-за вспоминаний, одновременно он ссылался на романтиков. Но, на самом деле, здесь не настолько большая разница, как можно подумать. Они сами были за национальный дух и за сочетание, то есть, вот эти оба детали, и историзм, и национальный дух, и одновременно сочетание реального и фантастического. То есть, как бы, Ремензов это тоже успел подчеркнуть не только из модернистских течений, хотя, когда, как бы, в нем еще не разобрались, допустим, Хумилев, который его хорошо знал, писал в рецензиях на Ремензову, что это писатель с небольшой генеалогией. То есть, помним, у Хумилева вот этот был пафосок, мистический, да, там, корни, мировая культура, тоскапная мировая культура. Говорит, у Ремензова корней мало, разве что, ну, Станислав Шибышевский, да, там, Гоголь, Ницше. На самом деле, корней было больше. В общем, и еще одно увлечение, помимо первых каких-то опытов литературы, тяготения к искусству, в студенческие годы Ремензов увлекается марксизмом, причем, как бы, он с иронией пишет, что это первоначально очень понравилось его родственникам из купеческой среды, его, поскольку был родственник глава Московского биржевого комитета, его пустили в закрытую библиотеку, которая не для всех, чтобы он читал работы по экономике, потому что они не разобрались еще, что это революционная теория, а тогда, ну, такого современного марксизма, сейчас же он есть такой позитивистский совершенно, и в политике реформистке, и в научных теориях, как бы, как позитивистское знание, ну, просто как научная школа историческая и экономическая, тогда марксизм был практически весь революционный, могли там заочтение капитала арестовать, но тогда в этом не разобрались, и он, как бы, решили, что делом занимается, значит, отпрыск, и он, вот, изучал книги по экономике, и в том числе марксистские работы, а впоследствии его судьба, как бы, оно, ну, он не настолько был всегда связан, действительно, буквально, с революционным движением, в том числе, просто через друзей и знакомых, то есть он не был революционером сам, буквально, может быть, только, ну, считать, что революционером дух, или человек, который там покусился на эксперимент, или посмотреть, до каких крайностей можно дойти, вот в этом плане, что он модернист, да, интеллигент и модернист, то есть, как бы, к православному, монархической такой культуре его трудно отнести, типа Ильина, или вот, типа, вот его старшего друга Розного, все-таки он больше свободолюбил, интеллигент по стаду, что можно его считать, как бы, близким по культуре интеллигенции, но не революционером, но вначале у него, действительно, это шло вокруг социал-демократии, но впоследствии он был связан с СССРами, с разными, при том, и ссылкой, он вместе был с Савенковым и Скаляевым, он как бы забегает вперед, тут его большая повесть, или роман «Часы» посвящены, но они, они, кстати, часто тоже так и печатаются, с сокращением, но он по цензурным условиям не сделал, там стоит посвящение Борису Энсу, это тот самый Савенков, знаменитый, деятель боевой организации СССР. В общем, и потом, как бы, в связь с журналом «Заветы», с Ивановым Разумником, это когда у него уже, он приобрел литературное имя, где-то через 10 лет писательского труда, уже в 10-е годы, 20-го века, не в 900-е, и, ну так, а, возвращаясь в тематику, вот его юности марксистской, все-таки у него было мало связей с реальными революционными кружками, это впоследствии в ссылке, он, может быть, уже от озлобенности им стал помогать, но он попал, он был арестован во время митинга, на котором был, московском, студенческого, и, как бы, попал в заключение, и его, как бы, приняли за более крупного революционера, чем он был, но, как бы, производил, он просто производил впечатление фанатика, вот в этом плане, что очень упорного человека, и, как бы, и жандармы, просто по своему человеку, и ведению за него сцепились, действительно, у него скорее, скорее он, как своего рода такой маньяк, относился к революционному идею, например, он привез из своего первого заграничного путешествия, это 1895, получается, ему даже 20 лет, нет, он привез целый чемодан марксистской литературы в Швейцарии, и впоследствии, когда при обыске это нашли, его приняли для такого крупного социал-демократического деятельства, хотя он был, ну, по рассказу, я думаю, вы помните, что это такой, очень-то одинокий книжный человек, и, как бы, реального политического угроза за этим не стоял, что да, сочувствовал, как бы, скорее тем, кто хотел жизнь переделать, и впоследствии он даже говорил, что очень, не может простить бестоистов у бесов, потому что, как бы, есть мечта о том, чтобы у эволюционеров была мечта, чтобы облегчить чеческую жизнь, что какие тут бесы, бесов надо искать, среди тех, кто одержим желанием преуспеть в жизни, в общем, ну, как бы то ни было, попал в ссылку, попал вот это колесо, может быть, кстати, тоже немножко была система напугать родственников, как бы, когда по-современному, когда уже спецслужбы, или полиция не брезгует шантажом, то есть, как бы, считалось, может быть, слишком зазнавшихся найденных, которые там пытаются на губернаторов влиять, и так далее, там, при дворе свою линию гнуть, может быть, как бы, запугать арест, там, члены семьи, но от него очень сильно отвернулись родственники, во время того, когда он был в тюрьме, в ссылке, ну, кроме братьев, братья помогали, причем, как бы, еще один штрих, например, ему, как бы, один из братьев прислал в тюрьму, на Новый год, два ящика апельсинов, то есть, выглядит, как купец, подгулявший, да, вот, даже пошло, миллион, алых ростов, два ящика апельсинов, но, вот, просто, характеризует быт, вот этот буржуазный, очень интересная деталь, и, как бы, впоследствии, когда Ремезов стал уже писателем, к нему отношение семьи родственников улучшилось, но факт тот, что, как бы, немножко возвращаясь назад, и, как бы, передавая атмосферу, в общем-то, определенную, неприглядную сторону жизни, Ремезов знал еще с детства, по судьбе матери, которая была ословлена, по атмосфере, да, по разнице, там, жизни в буржуазной среде, вот этой, деловой, и с фабричных цен, да, там, эксплуатационного класса, то есть, не случайно, не эксплуатированного класса, да, марксист, в первый раз, не случайно, он именно марксизмом улегся, потому что знал заводскую жизнь, то есть, в общем-то, ну, можно было сделать, конечно, революционные выводы, и какие-то к революционным попыткам прибречь, но, как бы, до этого уже у него стоялось пессимистическое мировоззрение, и это тоже наславилось на фольклорные представления, то есть, в первом романе, когда он, как бы, у него еще особенности, он очень много обобщал, очень много давал широких картин, и в первом романе, вот, Прутон, когда описывает городскую жизнь, что он, ну, говорит на языке, наверное, ближе не к Максу, а в чем-то к Шопенгауру и Ницше, то есть, он говорит об индивидуализме, о человеческих желаниях разузданных, о воле, о злобе, и когда он, ну, после таких тират уже книжных, пышных, он там Льва Тластова упоминает, говорит, что призывал один учитель к недеянию, но, когда человеческие страсти развязаны, то есть, никакого взрывомойствия нельзя знать. Еще, как бы, особенность его сознания, тоже, как бы, я говорил, то есть, патриархальную эту культуру, он тоже знал хорошо, и она ему иногда казалась, что называется, хивоинским слогом, гробом повапленным, украшенным, да, то есть, как бы, потому что вся эта среда буржуазная, она старалась, да, даже при собственных старообрядчатых, ну, не ссориться с церковью, то есть, как бы, и в ранней просьбе, у него есть вот эта интонация, то, что даже обличить, как бы, не получается через какое-то моралистическое русло, да, христианское, может быть, через геродство, не получается выпустить вот этот протест, потому что, как бы, грубо говоря, в буржуазии все схвачено, и вот после этой тирады в пруде он говорит, что может быть правы, простые, немудрящие люди, которые верят, что чем больше, чем сильнее дело в жизни, тем больше тут нечистая сила вмешалась, и которые верят там в бесовское повиновение, то, что найденного на самом деле бесы повинуются, вот поэтому у них и получается, вот, муховик вот этот капиталистический запускать, то есть, как бы, почему я это цитирую, то есть, он немножко здесь уже даже не то, что в серебряный век заглядывает, немножко уже южинский кружок, то есть, когда у такого прозаика, как Мамлеева, была идея о том, что вот этот пессимизм и экзистенциальный ужас 20 века можно передать через определенные формулы или там ходы мыслей, которые связаны народной культурой, причем именно простонародью, то есть, чем проще, чем беднее, чем лучше, то есть, когда определенные идеи экзистенциального толка или метафизического, они излагаются, с помощью символов или готовых формулировок, как в фольклоре, очень много готовых, как бы, сочетаний, да, и от эпитетов до, грубо говоря, философии даже, и вот на этом языке, в таком дремучем, полуфольклорном, выражаются вполне, ну, такие рационалистические, философские идеи, или пессимистические, вот в чем особенность Ременова, поэтому, для чего я сейчас это так долго и процитировал, и, кстати, при переизданиях, если брать его переиздания, в перестройках, то действительно, иногда упоминались в реценгах, что, какие к ней, к людям вернулись, да, советским, Нидше Шопенгауэрл и Ремезов, то есть, его воспринимали, как иррационалисты, таков, ну, в общем, попадает он в ссылку, живет в северных городах, но, впоследствии, как бы, он шутил, что ему такие легенды удалось узнать в Усть-Сысольске, в том числе, повести о бесноватых древнерусских, о Соломоне, о Саве-Грудницами, то есть, как бы, она тоже, как бы, особенность, он же сравнивает это и с европейской высокой культурой, то есть, для него, повести бесноватых древнерусской, это, как бы, наш аналог Фауста, то есть, он уже впоследствии, когда в эмиграции, к этому возвращается, вот так это подает, но это, конечно, у него больше ирония, но из ссылок, можно упомянуть, что в первенские годы, он знакомился с Мейерхольдом, и, кстати, он довольно сильно повлиял на молодого Мейерхольда, в том плане, что повернул его интерес к модернистскому искусству, и о Вологодской ссылке, ну, здесь, как бы, известный сюжет по воспоминаниям Бердяева, по самопознанию, не буду остановиться, но остановилось, что Вологду тогда называли в шутку с северными Афинами, потому что там в одно время, ну, оказались ссылки, люди, которые, ну, часть уже начиналась, уже прославилась, либо в революционной среде, либо в философской части, это уже представляло, но вместе там были и эсеры, будущие знаменитые террористы, Савенков, и Каляев, и Ремезов, и будущий литературовед Щеголев, и, кстати, воронежского происхождения, и Бердяев, и Луначарский, и Бахданов, вот в этой среде был Ремезов, и, как бы, ну, революционерам он тогда все-таки помогал, то есть, в практическом пользе, но впоследствии у него был вопрос, о том, как бы, что выбирать, искусство, либо революционная деятельность, общественно, он выбрал именно искусство, но держался он очень особняком, и еще, как бы, есть тоже темная история, тоже это в виде слухов, неизвестно, так ли было или нет, то, что Ремезову подозревали, то, что он провокатор, и этот слух поддерживали потом сами полицейские, то есть, выгодно было, то есть, как бы, и революционеры, и полиция в этом плане были против него, но просто он казался подозрительным одиночкой, грубо говоря, если его родственника купца принимали часто за жулика, когда не знали, кто он, и Ремезов, просто внешними манерами, ну, такой интроверт, колючий человек, с ерошенной волосы, очки, манита, такой, как бы, ну, колдунок, грубо говоря, по-народному, что это подозрительная личность, и, как бы, это в молодости на нем очень так висело, и, например, в воспоминаниях Белого записано даже то, что Ремезов подвергался издевательству от того, из жандармов, то есть, вот эти, как бы, он нарочно делал, как бы, знаки внимания при Ремезове, чтобы его приняли, действительно, за провокатора, то есть, не просто даже была ситуация, ну, сомнительная, как житейский оборот, ну, буквально, вот такая психопатологическая, садистская, и, надо сказать, что Ремезов, он для облегчения участия ссыльного, одно время даже пытался стимулировать сумасшествие, и, ему очень хорошо это получалось, потому что он был, потому что до депрессии, до депрессии своей, доведен до такого состояния, что действительно казалось, что он не в себе, то есть, как бы, тяжелые вот эти годы, ссыльные в этом плане, ну, и на ссылку же относится его знакомство с будущей женой, Серафимой Павловной, которая Ремезова из рода Далгела, литовский род известный, ну, как бы, а по сочетанию, как они вместе смотрелись, ну, это типичное, наверное, как бы, если на пошлом языке красавица и чудовище, если и Розенов, который хорошо их знал, говорил, что они ему напоминают, такую черную злую мышь, которая грызет большую белую головку сыра, потому что Серафиму Павловну была такая красавица, причем, ну, в славянском стиле, немножко напоминала даже Любовь Менделееву жену Блок, то есть, такая высокая, пышная женщина, блондинка, ну, царевный сказок, и Ремезов, такой вот, как еродивый, или как колдун, вот, ну, и тоже темная история есть о том, что чуть ли не, Серафима Павловна, окончательно решила стать женой Ремезова, потому что, как бы, тоже принимала участие в его травле, а потом узнала, что вот, виновата перед невинным человеком, он говорит, сделаю для вас что угодно, вот хотите замуж, ну, это из легенд, но факт тот, что она, сказать, на ней, она, как бы, еще охарактеризует, вот, психологию этого поколения, да, надо сказать, что вот, в чем-то революционными интеллигентами, они остались оба, и в частности, они в Европе, очень, вот это, в эпоху великих диктаторов, они не, очень не вписывались, как бы, остались свободолюбивыми, то есть, для них, и большевизм, и фашизм, и вот такая старая, жесткая русская монархия, были одинаково неприемлемы, и, конечно, когда вот была эпоха завинничивания гаек, или когда, ну, особенно в Париже, уже появлялся и среди французов, и среди части наших иммигрантов, вот такой вариант, ну, типа современных красно-коричневых, которые любую диктатуру оправдывают, как, ну, такое вот обновление либерального мира, то Ременцев от этого был весьма далек, и, надо сказать, что они оба, и Ременцев, и его жена, в чем-то искали новых путей в жизни, потому что были разочарованы старым миром, то есть, это проявлялось и через революционное движение, и через художественные эксперименты, через модернизм, вот, ну, как бы, говоря, да, немножко забегая вперед, что, как бы, поскольку затронули тему, вот, его семейной жизни, немножко сразу может характеризовать, но в какой-то степени, Ременцев был в бытовом смысле зависимым от жены, особенно, когда у него сдавалось здоровье, но он прожил все-таки больше, он ее пережил, она умерла, ну, при тяжелых обстоятельствах, во время немецкой оккупации Парижа, когда мы были в эмиграции, но, в общем, по образованию она, у Ременцев он не закончил высшее образование, то есть, свой физико-математический факультет, то есть, он работал помимо писательской деятельности, собственно, профессионального, он работал бухгалтером, его образование торгово это позволяло, иногда у него были подработки совершенно дикие, например, он участвовал в переписи собак, собак в Петербурге, вот, по революционному, после 1935, вот, как говорит, что это пользовалось популярностью его работы, в том плане, что такая экзотика, учитывая, что он общался, ну, с мир искусником, и там, с Дягилевым, или с Блоком, то есть, все-таки, элитарная среда, но вот, как бы, сам брат писатель, ходит, пересчитывает собак, по Петербургу считает, то есть, вот такое, юродство выглядело, ну, а жена у него впоследствии закончила образование, притом, ну, вот этого я не знал, кто у них был инициатором, то есть, как бы, может быть так, что, как бы, все-таки Ремезов, а Серафима Павловна, как бы, решила получить образование, чтобы стать верной соратницей мужа, она была полиографом, то есть, специалистом по древней письменности, она заканчивала свободный археологический институт, в, ну, невольный, точнее, это невольный народный университет, это археологический институт, это не часть университетской системы императорской России, но это просто высшее учебное заведение, гуманитарное, хорошее, она его закончила, и была специалистом по древней письменности, впоследствии преподавала в Сарбоне, и сам Ремезов уже в Париже написал работу научного плана о почитании Николая Угодника в Византии, и о русских легендах о нем, ну, глава Ремезова все-таки о византийском почитании, ему даже предлагали, а вы не хотите это в качестве диссертации представить Сарбону, но он сам, видимо, таких амбиций или планов не имел, и так и остался без диссертации по полиографии, вот так такая у них специальность, и про Ремезова, надо сказать, что он хорошо знал старую письменность русскую, в том числе он писал некоторые рукописи для себя, но это еще понятно, а когда он в качестве письма отправленных, это воспринималось тоже как эпатаж, писал старым и шрифтином, то есть кириллицей или главолицей, у него это как скоропись шла, то есть он, ну, владел так же, как русским языком, но, понятное дело, это еще от хорошего знания церковно-славянского, я уже говорил, что всем уродам и с детства, и с купеческой, так что вот, это у него оставалось. Легко и непринужденно выражался. Непринужденно, да. В общем, и так вот, с их семейной жизнью, а так, все-таки, от веселого, к печальному, трагическому, потому что Ремезов, он, поскольку мир воспринимал серьезный, трагический, он иногда думал, что он своей жене жизнь сломал, даже не в том плане, что она связалась с наполовину непризнанным писателем, а в том плане, что это вообще не для нее была семейная жизнь, что ей надо было вот стать революционеркой, вот идти по этому пути, там чуть ли не бомбисткой, потому что, ну, действительно, был у нее такой сомнительный шанс стать соратницей Савенкова, и впоследствии, вот эта связь между Читоми и Решковских, и Савенков он поддерживал, именно Серафима Павловна Ремезова, когда Савенков контактировал с людьми нового религиозного сознания, и, как бы, еще одна особенность, то, что у них, ну, это для эсеров, ну, для определенной части, едва ли было нетипично, потому что, это более было, как бы, во всех смыслах свободной организации, чем марксисты, чем социал-демократы, и у них не было таких жестких доктрин, и в этом плане, вот эти все увлечения русского модерна, и нитшианством, да, культом сверхчеловек, вот, допустим, один из эсеров, который был министром временного правительства, Ничернов, по-моему, а Аскольдов, он был одновременно автором диссертации по Ницше, то есть, трудно представить это у кого-то из большевиков, хотя там тоже были люди, которые интересовались Ницше, и Троцки, из Горкида, но они же и получали отповеди от Ленина за это, а у эсеров бы это более типичные, и культивные личности, и одновременно христианские увлечения, и тоже Ремезов пишет, что, как бы, жена его пережила, еще в подростковой, вот и в ранней юности, очень большое увлечение религию, вот такой, как бы, восторженную подростковую религиозность, и она себя воспринимала немного, тоже как человек, не от мира всего, что, может быть, надо было идти либо по пути циркону, либо по пути своеобразного, такого революционного подвинчивства, аскетического, как бы, на брак она не рассчитывала, поэтому вот у Ремезова было такое впечатление, что иногда, что он ей в этом плане сломал жизнь, что она вот выше него, но он тоже, ну, там очень много апокрифов, но я просто их сейчас тоже процитирую, эти детали, но они очень колоритные, что, например, в книге «В розовом блеске» или «Оле», это вот целиком роман, посвященный жене Ремезову, но он закончил его уже после ее смерти, но он билетристический, то есть там очень много как раз вымышленного, и он пишет, что, как бы, какое-то пророчество, его жена услышала себя от старицы, из среды, связанных с копцами и хлыстами, то есть которые либо радикально отказывались от сексуальной жизни, как с копцами, либо там орги практиковались, что вот кто-то из этой среды увидел его жену еще в юности и сказал, что вот ты немножко из наших по складу, тебе необычная судьба должна быть, ну, вот такой, при том, это описывается тоже в архаичном ключе, вот как буквально картина «Витейнёт руку» в архоломею, вот, и еще одна особенность про своего Ремезова, тоже возвращаясь немного в детство, про то, как он тогда воспринимал церковность уже, а не гностицизм. Например, он говорил, что очень любил службу, и очень любил ефтинью, когда молятся о душе, о всякой душе страждущей, озлобленной, всякой помощи требующей. Он говорит, вот слушал я христианские вот эти вещи с культом униженных и оскорбленных, говорит, и поэтому я в юности потом пошел в революционеры, а потом был таким проклятым поэтом дикадентским, то есть как бы он здесь в ключе, ну даже скорее не нише, в ключе розного христианства, вспоминает как какое-то проклятие, но неизбывное, как фатум, такое фаталистическое отношение, что да, скорее христианская религия, это негатив, и не позитив, но этот фатум, от которого и уйти нельзя. И в общем-то, тоже у него вот эти все мотивы, связанные и с увлечением Достоевским, и православием, накладывались на стремление к бунту. Но когда он своего отбунтовал, он просто был чувствительен к определенным жестоким или экстремальным проявлениям жизни России, ну так же, как и Блок и Белый, я об этом много писал. В общем, возвращаясь от характеристик таких плавающих, уже так вот, к жесткой более хронологии построим. В общем, Ремезов после ссылки, какое-то время у него был запрет на проживание в крупных городах, но он же, не, в столицах, в столицах крупных он жил, собственно, он в Киеве, в Одессе тогда и жил, и помимо бухгалтерской работы он еще уже участвовал в театральных делах. Был, ну, был соратником и Мирхольда, и Комиссажевский, заведующим литературной части. Вообще, надо сказать, что он начинал печататься, наверное, как переводчик все-таки, при том он переводил европейских модернистов, и он очень рано увлекался старшими символистами, тоже москвичами, но Бальмут не совсем москвич, но Брюсов-то коренной. То есть он, когда только-только пошли слухи и о Брюсове, и о Максиме Горьком, и о Нидше, он это все стал приветствовать, как новые поиски. Хотя ему многое из этого казалось безвкусным, но он говорит, ну, я это принял, потому что это не литература, а песня. В общем, ну, и он сам тоже старался писать как песню, а не совсем литературу. В общем, и потом он возвращается, после, в 1905 году, когда запрет снят, в Петербург, служит там в журнале «Вопросы жизни», знакомится тогда с элитой Серебряного века, и с Мережковским, и с Розеновым, причем с Розеновым они стали друзьями, он о нем написал одну из самых необычных книг на Розеновскую тему, Кукха или Розеновы письма. То есть он Розенову писал как своего соседа, и притом характерно, он знал Розенову, когда уже ажиотаж вокруг вот этой его философии религиозной, которую я тоже лекцию читал, был, отхлынул, и он узнал Розенову уже без его юродства, или игры, или без упования, там, славы, упоения славы, упоения пропитыми вопросами, но он знал Розенову как человека, и об этом написал. В общем, и возвращаясь уже к, да, еще знакомство того же года, надо упомянуть, но я в последствии постараюсь по времени, с ИСМ, как бы, тоже канву дать, и отношения с Блоком, и с Розеновым, но знакомство с Блоком, это тоже период службы в вопросах жизни, потому что Блок тогда очень активно общался с кругом вот этих религиозных собраний, и тоже надо сказать, что, ну, они не сразу друг другу понравились, наверное, но, когда Блок пишет второй том стихов, когда он пишет городские стихи, то там есть определенное влияние Ремезова, эстетики Ремезова, там есть стихотворение, посвященное Ремезову, вот эти болотные чертенята, но я не буду целиком цитировать, оно распространено, я прогнал тебя к нутом, в подлинство искусств, то есть, чтобы дождаться здесь вдвоем тихой пустоты, вот это, зачемленный сон воды, ржавчина волны, мы забытые среды чьей-то глубины, но Ремезовщина, и сидим мы дурачки, нежить-нежить, немощь-нежить вод, зеленеют колпачки задом наперед, я не подряд цитирую, а как бы бормотание вот как-то вспомнят, и, в общем-то, вот эта эстетика магического реализма, которой проникнут на городские стихи Блока, ну, или, точнее, фантастического реализма, то есть, традиции и Гоголя, и Достоевского, и фантастерных стилизаций, они тогда активно развивались, наверное, в просьбе двумя людьми, Ремезовым и Сологовым, и Блок, когда искал новых путей, уже после написания стихов «Прекрасной даме», он тоже попал вот на эту одну волну, на которой он был же с Ремезовым, ну, первый роман Ремезовым был напечатан в бумажном виде, а в отдельном виде, как отдельное печатное издание, не журнальное, в 1908 году, это был пруд, причем его долго не хотели печатать, считали, что он не будет успешным, но впоследствии сразу же почти выходит повесть «Часы», выходят рассказы и стихотворения в прозе, потому что Ремезов, он в юности все-таки писал и стихотворения в прозе более традиционно, они такие, ну, синтетические вещи, то, что я вам зачитал, это все-таки очень синтетично все, как и у романтиков, а он как бы, когда учился писать экспериментальные тексты, были более чистые по жанру, то есть проза как проза, там эстетские какие-то вещи как эстетские, сказка как сказка, а уже впоследствии все это существовало в смещении, но успех у него был только из первых книг, только по салоне, вот книга сказок, которая, ну, по салоне или по салоне, по-разному произносит это движение по солнцу, но это к старообрядческой службе не имеет отношения, он просто описал годовой цикл праздников, примет, обрядов, движения по календарю от весны, там у него весна красна, лето жаркая, осень темная и зима люта, и расположенные сказки, то, что ты буквально как детские, и до сих пор, ну, есть теория людей, может быть, странная, которые резво как детского писателя воспринимают своим собственным детям по салону, читают, ну, действительно, это более светлые книги, чем то, что он писал, собственно, во взрослой литературе, и, как бы, была рецензия Волошина, очень положительная на послание, как бы сейчас, еще, чтобы не уходить в подробности, могу сказать, что с посланием же, из некоторых апокрифов, сложился определенный миф о Римизове, ну, который исходит из круга Вячеслава Иванова, из такого вот, ну, младшего символи... младших символистов, тоже таких националистически-религиозно настроенных, было представление, что Римизов был крайним индивидуалистом и таким декадетом, но потом он через фольклор прошел, и, как бы, как Иван Царевич искупался в тазу с молоком, и стал таким светлым автором, очень позитивным, но, на самом деле, ну, по большому счету, к свету он не вышел, ну, так вот, говоря условно, ну, какой-то к своей исторической религии, к жизненной позиции он ее нашел, но, что касается пессимизма, тоже сейчас будут травить байки страшного плана, во-первых, значит, если брать, вот, вот, Дорио, период еще до 17-го года, Римизов, чита Римизова живут в Петербурге, надо сказать, ну, это Присвин, который хорошо знал Римизова, он с рождеством заносит дневник, то, что Римизов поговаривает о том, что хочет с собой покончить, и что самое страшное, жена Римизова не против, то есть вот так вот это сложилось, и Римизов, когда был... То есть это была идея коллектива на самоубийство? Нет, она не хотела себя обрывать, она же благородная, ей-то зачем? Она же себя восприняла, как судья над жизнью, вот такой, и это все поддерживалось, как бы, вообще, когда Розанов увидел, Чи Турец, он его и сказал, говорит, Серафима благородная, а мы Алешу с тобой, рукой махну, то есть она буквально, немножко, как диктатор держалась, в этом плане, муж хочет застрелиться, а жена говорит, пожалуйста. Да, да, ну, это такая черноха, да. И нет, ну, кстати, если говорить тоже в более серьезном ключе, то... Я не пытался, кстати? Буквально попыток не было, физических попыток к самоубийству не было, были планы именно. Ну, если его почитать, ранние тексты, то можно, что понятно, что там он отчаянно очень хорошо передает, как бы, не только литературную, но видите, это, как с одной стороны, даже судьба, отчасти вот этого интеллигентского поколения, такого революционного и дикадентского, и как бы, в воздухе-то тогда было наэлектризовано, какое время, то есть неудивительно. Но если брать, нет, если брать более серьезную, еще вот эту тему, читы Ремезовых, почему я, как бы, я немножко, сейчас раскрою свои планы, просто про Ремезу, я не хотел делать чисто литературоведческую лекцию, хотя материалов у меня достаточно много, литературедческих, я не хотел немножко приблизиться к своим первым биографическим опытам, то есть крозного, немножко показать, как бы, историю и человеческую, и человеческую с упором на семью. Поэтому я так много говорил, и про мать, и сейчас уже про жену. И надо сказать, что вот люди, которые его знали, говорили, что, ну, как бы, не кощуственно и цинично звучит, но после смерти жены, Ремезов изменился в лучшую сторону. Он перестал сдерживать своего, вот этого добродушия, и радушное отношение к людям, и нежелание судить, потому что, как бы, он был более мягким человеком, а жена, ну, все-таки, как бы, она профессиональная рельсионерка в прошлом, она привыкла, вот, как диктатора о людях судить, и он, действительно, как бы, передавали, что он говорил уже после 17-го года, да вы, Серафимова Павловна, как комиссары надо судить. Они, кстати, на вы были всю жизнь. И дома у них, как бы, если брать их быт, тоже, ну, не надо прерывать, понятное дело, что я не успокоюсь, пока все бытовые детали не перебиваю. Если брать их быт, то вначале он казался очень странным, именно их сверстникам, или их родителям, а впоследствии, когда они оказались в эмиграции, наоборот, казался очень нормальным и гармоничным, их две привычки. Они были на вы, называли друг друга всю жизнь, Алексея Михайловича Серафимова Павловна, и дома культивировали вот это, ну, буквально старое благочестие, может быть, не буквально старообрядческое, то есть, были иконы, постоянно лампадка перед иконами, несмотря вот на эти разговоры про самоубийство, Ницше, революцию, декаданс, ну, это как Юрий Витач Мамлеев в чем-то напоминает, особенно ранее. Когда читаешь воспоминания, надо буквально это выводит, как описание людей, которые Мамлеева знали и знали Южеский кружок. То есть, действительно, яблоки на столе, вот традиционные блюда, всегда там, на Пасху, Пасха, там, блины, и когда положено, там, когда там на Красной Горке, когда едят там, да, яйца на Пасху обязательно, и, значит, иконы, полотенца, лампадка зажженная, чтение Евангелия, то есть, жена регулярно читала Евангелие, регулярно читала, там, русскую классику, знала наизусть Пушкина, и впоследствии, после смерти Блока, выучила, кто у них Блока наизусть. Но это довольно типично, для того времени, многие из Блока, современники, буквально могли наизусть, то есть, не надо думать, что это такой шедевр памяти, уже крайний, то есть, вот так, вот так это странно выглядело, в этом, в смысле их жизни. А, как бы, если брать последний его древность, то есть, даже его предсмертный, он иногда цитировал, вот эти самые слова, древнегреческое изречение, которое Ницше приводит, с рождением трагедии, в котором он тоже, скорее всего, знал с рождением трагедии, что человеку иногда лучше всего не родиться, а если родился, поскорее умереть, то есть, как бы, он остался пессимистом, очень еретическую идею разделял, это прям надо под 18+, под невосприятие, как призывы суицидные, в общем, он считал, что и, ну, и бунт, и в какой-то степени зло, и суицид, могут быть путем к Богу, но это не Бог, как какое-то просто отвлеченное добро. Он отчасти разделял... Какая-то гностическая идея. Да, он разделял идею о том, что есть как бы... Сейчас как раз расскажу про его интерес к гностическим системам, как раз, кстати, перейдем от малого, потом к великому, то есть он считал, что на самом деле два творца есть буквально, и что есть творец какой-то, что есть истинный творец, и что возможно, когда человек догадывается об истинной сущности мира, как он устроен, что как всем зло правит, что возможно, действительно, когда он совершает суицид, это как бы он не то, чтобы билет к Богу возвращать под достоинскому, он вот к истинному Отцу Небесному отправляется, который как бы против материального мира настроенный, значит, за революцию, за декабрь, отвергает зло. Отвергает демиурга. Да, и более того, нет, сейчас, во-первых, насчет гностицизма, но помимо античного гностицизма, на него, он очень интересовался средневековыми сектами, именно богомилами, то есть это болгарская секта, которая, ну, византийская, подробности не будут все знать, как бы исторические образования есть, она в пределах, в реале византийской культуры, гностическая секта, впервые он ее узнал от Павла Щеголева, который изучил, как бы филолог был, в том числе, фольклором занимался, и он вот в ссылке прочитал о богомилах. И еще одна особенность, он разделял идею, тоже очень вот эту хитрую, проскопку, не то, что кажется, что на самом деле миром правит или демюрг, или сатана, но он заинтересован в иллюзии и сохранении о том, что люди думают, что миром правит бог. И он это выразил через символ один. Но тоже вот интересно, нет, мне Ремензов очень интересен, потому что у него вот и пессимизм, и гностицизм вполне в чем-то современном, он выражает на очень дремучем, очень традиционном языке очень интересное сочетание. Это сочетание как раз вот это консерватизма и новаторства. Да, а я не с консервативной революцией, да, в честном виде, да. В общем, рассказываю, как он это выразил образно. У него есть среди апокрифов книги, которую он писал во время своего сближения с журналом «Аполлон», там все посвящения людям связаны с этой средой. Там и Кузьмину есть, и Вячеславу Иванову. Вот когда Вячеслав Иванов это прочитал, услышал на чтении Ремензовского, а Иванов при всех своих ненечанских интересах, он все-таки очень такого традиционного благочестия человек, недаром он потом сработал с католиками в эмиграции. Он вообще очень сильно сердился, я его в богохусть обвинил. Там сюжет, значит, «Три дневен в охрове» или «О смерти прекрасной». Это, кстати, наши воронежские друзья краденых хлеб они выкладывали на своем сайте. Это та покрыль. Да, неудивительно. В общем, надо сказать, что, как он это описывает, что, значит, он описывает очень натуралистично распятие, как бы смерть Бога человека. Он описывает, как клубятся бесы и нечисть на Голгофе, да, и впоследствии сатана уже умершего Христа, уже труп Христа сажает на престол и говорит всем народам, народы поклоняйтесь его, вот вас Бог, и, значит, народы молятся безобразному трупу, надеются узнать, что, надеются от него спасение получить, и на самом деле рад этому только вот дьяволу. В общем, так это у него выражалось в плане, ну, ну, и, как бы, наверное, сейчас охарактеризуем, поскольку мы про эту тему заговорили, да, там, традиционное, консервативное, инноваторское, вот я, кстати, всегда употреблял консерватизм и традиционализм, когда писал курсовые, в двух разных значениях, и Леонид Михайлович Искра, научный руководитель мой, на это сет, он говорит, консерватизм и традиционализм это же синонимы, но я, скорее, традиционализм имел ввиду, ну, плюс у нас там Мамлеев-Духин, вот это уже, как бы, традиционализм, как в чем-то реакция, мракобесие, или как народный консерватизм такой, в общем, про мотивы, поскольку, ну, это было в анонсе, по-моему, я подавно, по крайней мере, про традиционализм точно вошло, и про вот эти традиционалистские представления тоже будут, значит, писательский путь Ремезова, сам он себя не считал состоявшись прозаиком, в том числе, потому, что был невостребованным, и в иммиграции у него был период с 1934 по 1949 год, когда у него вообще ни одной книги не выходило, и он жил тем, что писал рукописные книги, переписывал альбомы, хотя переводы выходили, и французские, и японские даже были, в общем, ну, такая тяжелая судьба, но можно в утешение сказать, что в 30-х, в 30-х, 40-х годах это не самое страшное, что может быть с человеком, что его не печатали, потому, что и в Европе, и в России много чего-то творилось, так что это не самое страшное еще, все-таки он выжил эти годы, и как бы он все-таки переставил перед собой задачи состояться как прозаик, задавал себе серьезные вопросы, вообще как бы, вообще когда я читал Ремезову, мне иногда приходило на ум то же самое, что многим его читателям, а не играли, это не мистификация, потому что настолько это фунта-смогорично выглядит, но он сам говорил, что никогда не играл, и что у него, как бы, что веселость у него была, определенная юмор, несмотря на отчаяние, но что он очень, когда подогнал итоги жизни, он говорил, праздных вопросов у меня не было, и фольклором и мифологией я тоже интересовался не по праздным причинам, хотя это очень тогда было распределено как игра, даже тот же Кузьмин, человек, который, ну, играл в гнастическое христианство, когда вот, делал по нему лекции, в такое, или в такое кроткое, жизнепринимающее христианство, не жесткое, не свирепое, а Ремезов, он пытался в религиозных формулировках узнать, как бы, ну, выводы, и при том выводы, в общем-то, масс, выводы широкого общества о жизни, увидеть не то, что народную мудрость, а именно народную философию, формулировки, и это очень сильно выразилось у него в ранних опытах именно реалистической прозы, если перечислить, то это роман «Прут», и впоследствии цикл больших повестей и романов, это, значит, перечисляю, часы, те самые с подсвящением Старинкова, и ближе всего по стилю, похожий на «Прут», это часы, это пятая язва, сатирическая повесть о провинции, а потом «Крестовые сёстры», самая знаменитая, по-моему, она до сих пор есть, она в программе есть, по-моему, университетская, есть, да, и в быков лекции читается, не случайно, причём, да, «Крестовые сёстры» и последняя, плачужная канава, но тоже интересно, плачужная канава, ну, человек европейской культуры сказал бы «Инферно», или сказал бы там «В круге первом», да, как с «Женицем», то есть это символ мира, как такого ада, спирали, но это само выражение, позависимо, из-за покрифа, «Хождение Богородицы», «Памбука», ну, вот этом весь Ремензов, то есть подбирать для пессимизма, для экзистенциализма, вот такие архаические аналоги, и, в общем-то, ещё одна из известных формулировок, тоже, то, что и в народе, как бы, иногда меряют писатели, поэта, то, что пошло в народ, не пошло в народ, то, что стало крылатной фразой, вот это у него стало крылатой фразой, и, когда он читал вслух, тоже к нему блок подошёл, пожал ему руку, сказал, «Ну, вот после этой вашей формулировки, что ещё можешь сказать?» Это в «Крестовых сёстрах», когда вот там раздумья героя о жизни, там формулировка, значит, как, что человек для человека друг к другу в жизни, и там вот этот герой Маракуллин формирует, человек человеку бревно, человек человеку подлец, человек человеку духотешитель, то есть человеку человеку бревно, это вариант, человеку человеку волк, но хуже, то есть не то, что люди жестокие друг к другу, а равнодушные, как бревна, человек человеку подлец, тоже понятно, а человеку человеку духотешитель, тоже, ну, духотешитель, это даже не просто определено, как евангельское выражение, дело в том, что действительно у Гностиков был параклит, духотешитель, вот я в своё время читал Василия Великого, переписку отца церкви, он пишет вот своему, значит, одному из друзей, тоже епископов, кому-то, говорит, вот те, кто верят в духотешитель, ты их, пожалуйста, не причащай, ты их разумляй, что они верят в параклиты, что это не та вера, то есть это не вполне святой дух, это действительно в монастическом плане духотешитель, ну, и как бы про многострадальную судьбу интерпретации Ремезова, но тоже сейчас как бы из весёлого расскажу, значит, то, что, поскольку его имя, оно никогда целиком в России не было забыто, по крайней мере, филологи, гуманитарием, а в 20-е и 30-е годы про него тоже писали, ну, всё-таки писали литературоведы марксистские, как и про весь Серебряный век, и про Ремезова писали, что это настолько, значит, безумный декадент и модернист, что он даже описывает в алюцинации, а пример был, то, что считалось в алюцинации, это религиозное видение, которое он описывал, иногда по фольклору, иногда вещи и сны, считалось, что вот, значит, буржуазное искусство до такой степени до того разложения сознания, а сейчас обратное, вот поскольку мы говорили перед лекцией, что сначала у нас научный атеизм, сейчас научный православие, сейчас даже, по-моему, даже одна диссертация, если я не вру, была защищена по Ремезову, по его творчеству, то, что знамения и явления, ну, сугубо в православном плане, как имеется в виду, как в официальном вероучении, знамения и явления в прозе Ремезова, про те же сами вещи, на самом деле, это ни то, ни другое, как бы я мог бы сказать, что просто вот эта вещь, его даже объединяет с частью советских писателей, начиная с русского советского Горького и с русских советских писателей 20-х годов, дело в том, что Ремезов такие романтические средства, как описание снов, страхов, каких-то припадков, эксцессов, в чеческой психике, использовал для вполне реалистических задач, то есть для характеристики человека и для социальных характеристик в прозе, в общем, ну, то есть, то, что может напомнить и Горького, и может напомнить, ну, Пельника в чем-то, в чем-то, Леонова, Леонидов, Пришвина, вот таких писателей, кстати, многие из них, ну, как-то и Белый, кстати, тоже надо галлюцинацию. И Белый, да. Ну, у Белого еще было, нет, сейчас скажу разницу определенную, у Белого была, у Ремезова что? Нет, у Белого, нет, у Ремезова была оккультная выучка, неплохая, увлечение антропософией, вполне такое ученичество, серьезное, и до этого увлечение оккультными вещами, а Ремезов тоже антропософии? Нет, Ремезов, они его не любили, называли темным. Дело в том, что Ремезов, да, что Ремезов, неудивительно, нет, Ремезов, он делал определенную оговорку, когда это у него предисловие к самому наиболее представительному сборнику слов, которые он написал, у него отдельная книга, Мартын Задетека или Сонник, там одни сны, вот уже так, но это поздний Ремезов, эмигрантский, который уже эсист, а не прозаик в большей степени, ну, не точнее прозаик, но он скорее эсист, чем романист, он не пишет большую прозу, большую прозу он писал в России, в общем, как сказать, он говорил, что обычно у людей, которые вот таким странным искусством, как он занимается, два пути, либо у них есть психическая болезнь, или физические недомогания, как у Достоевского, как у Аропов, в каком плане, он тут традицию все узнал хорошо, и русскую, типа Гоголя, и Достоевского, и западную строку, и братья лунатики, это считается трудодороженство, здесь по сути. Братья лунатики? Да, были бы. Я читал отрывок, то, что дубовые решетки, вот бежать лунатики, то, что раздазывал. Да. Вот песня о Брюсове он не написал, вот это плохо. Кто? Это Ремезов, а вот ему бы пошло. О Брюсове? Да. А он писал, у него есть воспоминания отдельные, о Брюсове, или они, о Брюсе колдуне, в смысле? Про Валерия? Ну как, вот Седой Доравниной море гордо реет Боревестник, а там над Седой, над Петербургом, гордо реет Валерий Брюсов. Вот это так, по стилю, или Блок реет, но он писал о том, как Брюсов должен реет. А у него были воспоминания про его знакомство с Брюсовым и с Леолидом Андреевым, когда раз заговорили, ну даже шутку я сейчас переведу уже в конкретную такую площадь. А если не шуток, а вот из фактов? Из фактов. Он к ним ходил, а когда он начинал писать, еще не печатался. К Брюсову пришел с почтением, Брюсов ему сказал, что вы ко мне пришли с почтением, я еще ничего не сделал. Он, по-моему, тогда у Горби и Торбани даже написал. Брюсов, ну, Брюсов временно-то очень впечатлен, он говорил, приходил Ремезов, человек похожий на маньяка. Маньяка. Говорит, сидит в Волоке, и говорит, в Волоке они читают и Ницше, и Метерлинг, и Бадлер, и меня. Говорит, вот как, ну, это таким тоном, как к нашему полку прибыло, потому что у Брюсова уже была эта мания, чтобы должна быть такая литературная партия, крепкая, декадентная, что значит, должна распространиться идея, так что он Ремезову радовался. Но впоследствии он Ремезову не печатал и тоже ответил, может быть, была другая формировка у Брюсова, может быть, метафора Ремезовского. Мы не присутствовали при разговоре, но он пишет, что Ремезов, что Брюсов ему сказал, к сожалению, в своем журнале, вот в Весах тогда, я вас печатать не могу, это будет золотая заплатка на сером сукне. То есть у нас европеизм, у нас нормативная речь. То есть Брюсов, он при всех своих, как бы, грубо говоря, закидонах, он все-таки пушкинская традиция, автор, неоклассицист. А Ремезов это больше гоголевская. То есть как бы фольклор и разговорная речь, и одновременный эксперимент, это ему казалось слишком нормативным Брюсовым. Но Брюсов, кстати, и Хлебникова не принял, насколько я понял. Вот Пастернака принял, а Хлебникова нет. Очень логично. Да, так что в этом плане по литературным причинам, может быть, да, не... Ну, нет, но сам Ремезов, конечно, там добавляет про зависть, что его и из зависти не печатали, и из конкуренции тоже, что боялись, что он отнимет читателей. Но, скорее всего, да, разные литературные партии. То есть Брюсов, он все-таки при всем новатости, он неоклассик, а Ремезов, да, фантастический реализм в чем-то. Но в чем-то... Ну, кстати, об этой традиции еще странной, может, заодно, как в качестве такой рекламы скажу, может быть, не все знают, хотя, наверное, большая часть знает, что вот эта традиция, которая от Гоголя и Достоевского идет, но мы знаем более-менее, наверное, в современной литературе аналоги, но Серебряный век, проза Серебряного века, как они поэзии, это не настолько широко известно. То есть мы в интеллигентских кругах, конечно, помним, кто такой Соловуб и другие, но как бы широкий читатель, может быть, это не так знает, и тем более нет недостаточной интерпретации, недостаточной именно прочтения, потому что про Достоевского уже достаточное количество прочтений и комментариев, а про Серебряный век это комментировано недостаточно. Я могу похвалить такую работу, как «Россия вечная Мамлеева», то есть он там пишет о... и упоминает и о Соловубе, и о Белом, и о Ремезовном, например, «Крестовые сёстры», и тема провинции, он говорит, что Ремезов один из лучших писателей, который именно сознание русской провинции выражал, что говорит, когда простые, сонные такие люди, но на самом деле у них вот чёрти что в голове, и они на самом деле ни во что, кроме собственного бытия, не верят, что вот этот мистицизм, который у нас может быть в русской жизни, где-то разлить, да, может быть, не на поверхности, что Ремезов один из лучших выразителей. Ну, и как бы эту тему параллель, там, Ремезов и Южинский кружок, если заканчиваю, всё-таки по методу это разные авторы, потому что Мамлеев, он себя считал и не только метафизическим, и метафизическим реалистом, и он оговаривает, что нет ничего более противоположного, чем сюрреализм и романтизм, метафизический реализм. А Ремезов, он всё-таки художник и романтический, и сюрреалистический, буквально потому, что когда он жил в эмиграции, вот есть сохранилась фраза Набокова, воспоминания в других берегах, что Ремезова чаще можно было встретить во французских кругах, чем в русских, и действительно он был, ну, может быть, не широко известен, но он был признан в кругах сюрреалистов. То есть они считали, что он их традиции, писатель. Как бы у него были, ну, издателей у него были не много, не мало, во Франции это очень хорошее, издатель до сих пор, сейчас на одного все знают, наверное, на им как-то, что это его Галимар. То есть когда только было становление, они ещё тогда так не прославились, но как бы два человека, которые покровительствовали Ремезову, это был Галимар, но не всегда удавалось его, работники Галимара, не всегда удавалось его издавать, но иногда собирали денег просто ему, поздравлялись с юбилеем, да, то есть когда даже не было возможности, когда не было возможности напечататься, стараясь как бы помочь ему какую-то субсидию дать. Он, кстати, очень много в эмиграции выпрашивал субсидий, но у него были и постоянные пенсии, в частности вот там от Сербского, Сербский король назначил пенсию там шести русским писателям, и в том числе Ремезов получал, там Мережковский получал, не знаю, получал ли Бунин, но Ремезов, да, и как бы была проблема очень в плане его гостей, потому что он жил довольно открыто с женой, и когда особенно молодые люди идеалистически настроенные проходили, им было трудно понять, как можно общаться с кем-то исключительно ради вывода, или как можно там унижаться, что-то выпрашивать, ну а Ремезов был в такое состояние как бы поставлен, но все-таки психология у него в чем-то, как у нас принято говорить, уродивый, он это не так тяжело переносил, но сам был человек довольно изломанный, то есть его как бы, лишний раз, грубо говоря, когда не переномается, сломанное не сломанное, не ломается, да, в общем, вот так, так что, ну, что дальше про него, наверное, я думаю, мы сделаем титуцию, я делаю паузу, немножко,